Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим, как увеличить видео в Adobe Premiere Pro. Это касается не только видео, но и изображений. И также я покажу, как можно применить эту функцию на практике. Поэтому, если вам интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и мы начинаем. Для начала добавим какой-нибудь ролик на нашу панель Timeline. Идем во вкладку Effect Controls. Здесь за изменение масштаба отвечает вот этот пункт Scale. То есть увеличивая значение, мы видим, как изображение приближается, уменьшая, соответственно, отдаляется. Чтобы нам выровнять кадр, мы используем Position. Сдвигаем, как нам надо. Если мы хотим все вернуть, как было, просто нажимаем вот на эту стрелочку. Это относится вообще к любому пункту. Как только мы хотим вернуться к базовым установкам, нажимаем эту стрелочку. Программа сбрасывает измененные параметры на те, которые были изначально. Здесь можно использовать ключевую анимацию, то есть изменение масштаба во времени. Например, у нас статичное изображение. Я хочу, чтобы оно медленно приближалось. Я просто нажимаю на изображение секундомера, у нас появляется ключевой кадр. Соответственно, дальше я, условно говоря, допустим, до отсюда. Двигаю PlayHead, ставлю ключ и меняю, например, на 150. Смотрим, как это выглядит. Ну, такое медленное приближение. Кстати говоря, скорость анимации можно менять, двигая эти точки. Если они близко, то, соответственно, у нас приближение будет более быстрым. Если они друг от друга далеко расположены, то, соответственно, оно будет более медленным. Можно быстро перемещаться между точками здесь. Нажимая вот на эти стрелочки, вот у нас с синеньким светится. Это значит, что мы сейчас находимся в месте ключевого кадра. Это у нас линейное движение, его мы можем изменить. Для этого нажимаем правой кнопкой, Easy Out, Easy In. Теперь нам нужно открыть пункт Scale через эту стрелочку. И видим, у нас появились такие здесь рычажки, с помощью которых мы можем смещать акцент. То есть, например, если вначале сюда сместить, приближение у нас сначала будет более быстрым, а потом будет плавно замедляться. Собственно, то же самое можно и в другую сторону делать. Ускорение в самом конце. По сути, вот где мы видим пик. По разные стороны от пика можно видеть, насколько динамичное движение. То есть, здесь более динамичное, потому что на коротком промежутке времени у нас сильно меняется амплитуда. Здесь менее динамичное, соответственно. Бугорок образовался на графике, поэтому здесь будет резкое приближение, которое потом постепенно замедляется. Ну, согласитесь, так смотрится гораздо интереснее. Но все зависит, конечно же, от ситуации. Иногда нам нужно просто такой плавный напряженный наезд. Иногда, может быть, более быстрый такой. Если мы хотим прям очень стремительно, смещаем ключи поближе друг к другу. Будет резкий такой наезд. Хорошо, это, наверное, самый простой, как можно использовать ключевую анимацию. Теперь давайте посмотрим, как можно использовать увеличение на примере фотографии. Я готовил несколько фотографий. Ставим плейгхед начало. Делаем ключевой кадр. Конец фотографии. У нас каждая фотография длится 4 секунды. Так, ну, допустим, здесь 50. Начало. Нет. Вот такое движение у нас получается. Теперь, например, если добавить музыку. Какая-то такая у нас прикольная штука получается с лайт-шоу. Можно, ну, чтобы как-то кадрирование соблюдалось, сделать здесь еще так же по позишнам. Ну, и, собственно, если ключи поставить чуть подальше, вытянуть фотографию, то получим медленное движение плавное. С фотографиями разобрались. Дальше. Как еще можно использовать наезд? Например, можно сымитировать эффект параллакса. Как этого добиться? Например, у нас есть вот такое видео. Сейчас звук уберу. В котором, ну, такой доли эффект, плавный наезд. Давайте я покажу, что с этим можно сделать. Поставим ключ позишн здесь. Увеличим до 50%, до 150%. И, ну, давайте, может быть, денем здесь. А здесь мы поставим базовый. Показать. Смотрим, что получается. Видите, такой эффект как будто разъезжается пространство немножко. Это эффект параллакса. Сейчас, для примера, я рядом поставлю вот этот оригинальный ролик, а вот этот с нашим эффектом. Прикольно, да? Снова оригинальный ролик. И с нашим эффектом параллакса. Дальше возьмем какую-нибудь картинку, да, такой космос у нас. Можем проанимировать сам космос. Допустим, плавное движение было. Еле заметно. Еле заметно, но, тем не менее, свою атмосферу создает. Теперь рассмотрим еще одну фишку, как можно использовать увеличение размеров изображения. Допустим, у нас вот есть такое видео. Если найти с зеленым фоном на хромакее какой-нибудь Юпитер. Взять фрагмент отсюда. Теперь на Юпитере. Отменить. Ультра кей. Все, мы убрали фон. И, допустим, сейчас мы его разместим где-нибудь здесь. Надо задать ему какое-нибудь движение. Ну, примерно такое можно сделать. И, к примеру, может быть, вот такая у нас картинка. Такие круги мы как будто сквозь время и пространство летим. Сделать можно такую штуку. Это у нас видео в разрешении 2К, поэтому мы можем воспользоваться избыточным разрешением. Поставим здесь Scale и Position. Раскейл поставим вообще 150. Чтобы у нас окружность была практически в размер кадра. Но сейчас пока ключи поставим такие. Такой эффект у нас. Резкое удаление. Вот, вместе с этим кругом. Ну, и то же самое можно обратно сделать. Приближение. 200, например, даже. Ну, это, опять-таки, это у нас линейная анимация будет. Она, конечно, будет выглядеть опорно. Если здесь им сейчас задать более плавное движение, то мы увидим, как это прикольнее смотрится. Вот мы рассмотрели, как увеличить видео в программе Adobe Premiere Pro, а также, как изменить размер изображения. Поэтому, если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если какие-то есть вопросы, напишите их в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok